Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» и «Краснодарский край». Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров от города Краснодара, также по Черноморскому побережью от Тимрюка до Новороссийска. Как с домами, так и с квартирами, с готовыми, и также со строящимися их, с квартирами от застройщика по разным ипотечным программам. При этом вас качественно проконсультируем, чтобы не было потом неприятных и неожиданных ситуаций спустя несколько лет. Сегодня мы с вами находимся в станице Красноармейского района, в ближайшем окружении от города Краснодара, в станице Марьинской. Порядка 30 километров до центра Краснодара. Друзья, я всегда акцентирую ваше внимание, что я не говорю никогда до въезда в Краснодар, потому что в целом до въезда в Краснодар здесь порядка 5 километров. Здесь порядка 150 километров до Черноморского побережья, до Новороссийска, до Анапу, кто куда, пожалуйста, разъезжаемся. Будем смотреть с вами дом. Сегодня 79-го года постройки часть дома, и вторая часть дома 92-го года постройки. Дом у нас полностью кирпичный, который 79-го года, тот, который идет пристройка более свежая, там блок и обложен кирпичом. Дом со всеми центральными коммуникациями, газ, свет, вода, канализация здесь, септик, дренажный на 8 кубов. Мы находимся не совсем в центральной части станицы, но в хорошем месте. Асфальтовый подъезд здесь буквально у нас 100 метров съезд. Ну и в целом все объекты инфраструктуры по станице здесь у нас рядышком. У нас есть обзор по станице Марьинской, мы его повесим вот сюда в обзоре, чтобы можно было посмотреть по станице, ну и мне еще раз не пересказывать. Ну что, давайте переходить к осмотру дома, ну и начнем, как обычно, с земельного участка. Земельный участок у нас большой, 10 соток, назначение земли ИЖС. Земля замежевана, стоит на кадастровом учете, с документами здесь все в порядке. По ширине фасада у нас 28 метров сюда, хороший широкий фасад и 35 метров у нас здесь в глубину. Забор металлический, ну тут не знаю, как сказать, на металлическом каркасе, но вот в общем металлические, распашные ворота большие для въезда под машину. Тротуарной плиткой устельно придомовая территория, входная калиточка, пожалуйста. Здесь также сформирован металлический каркас для плетения винограда. Кстати, очень вкусный виноград. Попробовала, сладкий, вкусный, прямо-прямо очень-очень. С правой стороны, обратите внимание, расположился гараж. Гараж достаточно большой, капитальное строение на фундаменте. Ну, зайдем мы не с внутренней стороны, а изнутри. Давайте со два раза зайдем, посмотрим гараж. Капитальная постройка, да, еще расскажу на фундаменте. Бетонный пол, стяжка залита, кирпичные стены, потолок подшит пластиком, освещение, все заведено. Ну, и здесь ролета, да, такой автоматически поднимающийся у нас створка. 2,80 пролет, ширина ворот, даже, наверное, около 3 метров и 2,20-2,30 высота. В общем, большая машина, джип сюда, хозяин говорит, у нас заходит. Давайте осматриваться по участку. С правой стороны идет у нас в основном площадь земельного участка. Ну, последний год здесь ничего не сажалось, но в целом на 10 сотках всегда есть, что посадить и разместить. Да, 10 соток это не 5. Из фруктовых деревьев у нас здесь есть груша, яблоня, малина. Ну, виноград прямо в глаза бросается. Подразни у вас еще в октябре. У меня виноград прям с веточек. Очень вкусный. Шелковица, также на участке очень вкусная ягодка. Ну, и грецкий орех. Давайте пройдемся, посмотрим. Ну, вот с этой стороны, с этого обзора видно, что деревьев много, сад посажен. Безусловно, можно досаживать. Что у нас есть из надворных построек? Металлический навес, каркас, ну, в таком, не в очень современном формате с шиферной крышей, но в целом основа заложена, да, металлический каркас поднят. И здесь, в общем-то, необходимо донабрать крышу и как-то это благоустроить, и будет уже готовая хорошая беседка. Есть огромнейшее помещение подсобное, 80 квадратных метров. Вы знаете, даже растерялось, чего тут рассказать, подо что использовать. Ну, здесь у собственника была мастерская. Поскольку стены стоят, стены капитальные, стены крепкие, то, может быть, здесь можно организовать баню, да, большую. Может быть, здесь можно комнаты какие-то там дополнительные к дому как пристройку сделать. А может быть, взять, разломать, и это не нужно. Либо это сделать как вот разделить пополам, будет большущая хорошая баня, и будет помещение под сарай. В общем, ломать такую постройку жалко, она как-то в тему вписалась к дому, как продолжение дома, и упирается в забор. Поэтому заедино все смотрится, за штукатурить, покрасить единым фасадом будет красиво. И вот крайняя дверка, это уличный туалет. Ну, собственно, по надворным постройкам у нас и все. Огромное помещение, как хозпостройка 80 квадратов, уличный туалет. И кирпичный гараж, который выходит своей ролетой, да, откатными воротами на центральную улицу. Будем с вами переходить к осмотру самого жилого дома. Напомню, что дом у нас основная часть для жилой комнаты 79-го года постройки. И также пристройка более свежая, 92-го года. Дом у нас со всеми центральными коммуникациями. Газ, свет, вода, канализация, септик, 8 кубов. Все подведено, подключено, все функционирует. Что касается строительства дома, то дом на ленточном фундаменте, 80 сантиметров лента, 40 сантиметров цоколь. Вы посмотрите, что вытворяет. Уже и так она возле нас, и вот так. Ну и обратите на меня же вы внимание, да, ходит трется, и никто на тебя не обращает внимания, да. Вот такая красавица. Ты скажи про цоколь, про ленты, ну я же вот она лежу, я тут вот такая. Белая, пушистая и красивая. Все, внимание получила, пошла дальше на солнышко. Стены в основной части дома, ну даже не хочу говорить в основной, там где жилая комната. Стены полностью кирпичные, а в пристройке стены блок и обложены кирпичом. Ну что, давайте проходите, будем смотреть. Планировку такая замудренная, но в целом интересная. Ну что, друзья, давайте будем проходить в дом. Добро пожаловать. Дом большой, 150 квадратных метров. Из двух частей состоящий, но это все под одной крышей. И если бы не знать, что он из двух, в два этапа строился, да, можно было бы сразу и не сообразить. Так, ну давайте начнем сначала. Начнем с первой части дома, которая была построена в 79 году. И часть жилых комнат у нас расположена здесь. Будем проходить налево, вот из этого огромного холла. Холл у нас составляет 17 квадратных метров площадь. Заходим с вами в левую сторону. Попадаем еще в одно холовое помещение. Его площадь составляет порядка 16 квадратных метров. Вот кто внимательный, даже много внимательных зрителей, читателей, вот в стенку, да, тут скажут, смотрят. Это не чужая часть дома, это как раз та новая пристройка, которая строилась в 92 году. Ну вот не стали они закладывать здесь окна, да, для того, чтобы сделать темный коридор. Но в целом, по-хорошему окна, конечно, нужно менять здесь деревянные окна. Я бы заложила, да, эти два окна и был бы здесь такой прям классный хороший коридор. 16 метров площадь у нас вот здесь. Далее мы в левую сторону попадаем в зал. Большая жилая комната, площадью 23 квадратных метра, правильной квадратной формы. На полу здесь лежит паркет, причем паркет такой хороший, достаточно отшлифованный, покрытый, не страшный какой там потертый, задрипанный. Прям хороший паркет, можно даже не убирать. Стены оклеены обоями, потолок под покраску. Такое состояние чисто косметического ремонта. По стоимости, кстати, не сказала, 10 соток земли, 150 квадратных метров дом. Стоимость составляет 4 миллиона 600. И я бы так даже подумала, что этот дом можно использовать для проживания двух семей. Потому что в целом два отдельных входа получается, да. Здесь может жить одна семья, ну там родители, дети, как вот иногда просят в одном доме, но вроде как поодаль друг от друга. А во второй, в основной части, там другая семья, встречаются только на кухне покушать, приготовить. А в целом живут все по отдельности. Здесь есть еще одна жилая комната. Комнатка небольшая, площадью 8 квадратных метров. Правильная прямоугольная форма. Потолок здесь вытянут, выровнят под покраску. На полу лежит здесь линолеум. Стены оклеены обоями. И окошечки здесь два поменены. Два стеклопакета, одно и второе. Люблю показывать дома, ну если вот они такой давнишней, скажем так, постройки, да. Вот стены, углы, все это видно. Дом не холодный, не промерзает. Стены чистые, без плесени. Нет этих оттопыренных обоев. Все прямо хорошо. У нас есть еще одна жилая комната. Совсем маленькая по площади. Ее площадь составляет 5 квадратных 6 квадратных метров. Смотрю по техническому паспорту. Мне, как истинному риэлтору, товарищу такому, который любит что-нибудь перепланировать и улучшить, меня не по и не корми, дай дать рекомендации, как улучшить какое-либо жилое помещение. Да, чтобы его использовать более функционально. Смотрите, что бы я здесь предложила сделать. Я вначале сказала, что хорошо бы заложить вот эти два окна, ну хотя бы как минимум одно. Во-первых, для чего? Я бы здесь увеличила просто размер этой комнаты. Вот сюда. Если не закладываю, оно здесь абсолютно бестолковое окно. Оно упирается в стенку нашей второй половинки. Поэтому здесь прекрасно встанет вторая стена. И размер комнаты увеличится, ну уже до 10 квадратных метров. И будет все очень-очень даже здорово. И получатся полноценные три жилые комнаты. Вот прям полноценные. Здесь хороший шкаф-купе может встать. Ну и вот такое тебе помещение, пространство. Отдельно жилые комнаты. Далее мы возвращаемся в коридор. Вот этот огромный холл. Он пристраивался для того, чтобы соединить те две половины, которые у нас есть. 79-го года и 92-го. А прямо по курсу, если посередине смотреть, это зона санузла. Давайте мы его сразу осмотрим. Площадь санузла составляет 5 метров. Правильной прямоугольной формы. Стены облицованы плиткой. Потолок здесь. Пластик набран. Ну, в целом, большое, достаточное помещение. Коммуникации все подключены. Газ, свет, вода. Канализация все функционирует. Батарея сюда заведена. В общем, почему? Да, еще раз говорю, что можно двумя семьями проживать. Потому что жилое помещение, вот там отдельно двери. Санузел вообще никак не соприкасается ни с кем. Только если очередь образуется, если много народу живет. Единственный недостаток. Далее мы с вами попадаем в зону кухни-гостиной. Площадь ее составляет 25 квадратных метров. Большое, достаточное пространство. На полу лежит керамогранит. Здесь организован теплый пол по этому помещению. Но здесь электрические теплые полы, не водяной пол. Потолок натяжной матовый. Стеклопакеты поменены. На отопление работает газовый котел напольный. И на горячую воду работает колонка. Что у нас здесь по жилым помещениям? Значит, из кухни-гостиной у нас есть выход в одну из жилых комнат. Она расположена вот здесь. По правую руку комната без ремонта. Стены шпаклевать, подготовить чуть-чуть под предчистовую отделку. Ну, соответственно, потолок натянуть. Комната по площади достаточно хорошая. По размеру она 13 квадратных метров. Правильной прямоугольной формы. Далее за комнатой в подлестничном пространстве есть еще одно помещение. К сожалению, свет не включу. Лампочка тут у нас перегорела. Есть кладовка с полочками. Плитка на полу. Плитка, стенки облицованы. Тоже такое нужное место на хранение. Далее мы поднимемся на второй этаж. Друзья, я принесу сразу извинения за внешний вид комнат. Но нет физической возможности, как мне объяснили, убраться. На втором этаже сушили орехи. Да, друзья, за домом следят, присматривают, отапливают. Вот урожай собирали. Но, к сожалению, вот тут такое случилось. Сушили орехи. Богатый урожай. И пока еще не убрались. Как бы этим помещением давно они пользуются. Но я вам показать не могу, что у нас есть на втором этаже мансардные две комнаты. Вот, к сожалению, в таком пока состоянии. Окошечки поменены здесь у нас на стеклопакеты. Ремонт здесь, конечно, требуется на втором этаже полный. Но, в целом, хорошо, что есть, да, еще дополнительные две жилые комнаты, которыми можно пользоваться. Так, ну и, собственно, есть смежная вторая комната. По площадям у нас здесь с вами следующая общая площадь всей мансарды до 30 квадратных метров. Если, ну, поделить, здесь комната будет порядка 15 квадратных метров. 16 даже, а то помещение поменьше. Высота потолка здесь значительно ниже. Будет порядка 2,40. Ну, в целом, газ сюда тоже заведен. Отопление в маленькой комнате есть. Здесь нужно дотянуть, развести. В общем, мансарду надо благоустроить, облагородить. В целом, 4,600. Дом в хорошем месте станет Самаринской. В таких квадратах, если придумать, что с ним сделать и как использовать для себя, на 10 сотках земли, это прямо хорошее приобретение. Так, будем спускаться. Ну что, друзья, мы с вами закончили осматривать жилой дом. Большой по площади, 150 квадратных метров в общей площади, состоящей из двух частей. Проговорила о том, что можно использовать для проживания двумя семьями, поскольку два отдельных жилых помещения. Собственно, санузел никак не соприкасается. А кухня-гостиная встречается вместе в одном таком помещении. Стоимость объекта составляет 4,6 млн. Документы все в порядке, все готово. Земельный участок большой, 10 соток. Плодово-ягодных насаждений много. Большой капитальный гараж с поднимающейся автоматической ролетой. Ну, в целом, для такого дома в самой станице достаточно хорошая цена. Если понравился данный объект, пишите, звоните, с удовольствием вам его покажем. Уже на месте все расскажем. Ну, а вы сделаете свой выбор. Не забывайте подписываться на уведомления. Вот здесь колокольчики сбоку. Каждый день для вас выходит новый обзор. А также наш телеграм-канал. Ссылка для вас также всегда ниже. Там актуальная информация по рынку недвижимости, аналитическая информация именно по Краснодарскому краю, что для тех, кто планирует приехать, наиболее важно. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».